Полицейскому, который за взятки, что называется, крышевал предпринимателей, вынесен приговор. По данным следствия, оперуполномоченный шахунского отдела полиции Александр Немец вымогал взятки у предпринимателя, занимавшегося лесопереработкой. За свое покровительство он требовал 5 миллионов рублей при получении первой части, одного миллиона он и был задержан. Александр, минус вы признаете? Может быть вы расскажете, как было все на самом деле? Брали деньги, не брали, за что брали? Какого решения ожидаете? Подозреваемый получил от гражданина взятку в размере одного миллиона рублей за общее покровительство в его деятельности по лесозаготовкам на территории Таншайского района. Он мне ничто не рассказывал, просто говорил, что такая ситуация произошла. И все, я никакой информации не располагаю. Вы вообще задержанного знали? Он у вас в дом бывал? В гости, может быть, приходил? Общались как-то? Ну они общались, я как бы слышал, слышал, а он считается незнакомой. Суд приговорил немца Александра Анатольевича признать феноменом в совершении поступления назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной коммунистрового режима со штрафом в размере миллионов 600 тысяч рублей в совершении права занимать должности правоохранительных органов Судебное заседание объявляется за городом. Александр Анатольевич, с приговором согласно будете обжаловать. Кстати, как сообщается, в ходе расследования было установлено, что еще в 2017 году оперуполномоченный из Шахунского отдела полиции получил еще 650 тысяч рублей от другого представителя предпринимателя за создание условий, цитирую, для устранения конкурентов, участвовавших в аукционе по продаже делянок леса. Напомню, что передел лесного бизнеса с участием полиции тема широко известная, так сказать. Это одна из тем нашего репортажа об олигархах в погонах, в кулебаках. Там, как мы сообщали, один из руководителей местной полиции при поддержке оперативников оказывал давление как раз на предпринимателя, занимающегося лесозаготовками. Этого предпринимателя заставляли отказаться от выгодных делянок в пользу некоего высокопоставленного полицейского из Нижнего Новгорода. Кроме того, в кулебаках в открытую по ночам торговали бодяжным алкоголем, торговали с размахом, рекламой, продавали всем, в том числе и детям, а полиция закрывала на это глаза. Также у местных жителей недумений вызывал роскошный особняк, который построил себе замначальника местного отдела полиции Алексей Волков со своим лесочком, озером, различными постройками на территории и даже своей собственной асфальтированной дорогой. Риэлторы оценивали все это поместье обычного подполковника миллионов в 60. Проверки сейчас начаты в прокуратуре, Следственном комитете и ГУВД Нижегородской области.